У нас в деревне Камамбер жильцов почти полтысячи. И, как сказал наш добрый мэр, на всём лежит грязь. В любом хлеву, в любом дворе, воняет то и дело. И, как заметил наш Кюре, здесь всё заплесневело. Но с незапамятной поры здесь ловится селёдка, изготовляются сыры и яблочная водка. Как правило, уже с утра ломятся в двери трактира отъявленные мастера по производству сыра. Раз как-то я забрёл в трактир, по важному вопросу, ведь сотворить нормандский сыр нельзя без кроводосу. Я выпил с тем и так заговорился, что сыр мой дома, между тем, весь плесенью покрылся. Я дом окуривал травой, дабы посредством дыма изгнать докучливую вонь, как варваров из Рима. Злосчастный сыр старался я зарыть под старым дубом, но стало плохо соловьям и тошно лесорубом. Однажды в страшную жару дала совет жена мне, чтобы я у моря на ведру сыр выложил на камни. Так я и сделал. В некий час, уж к вечеру поближе, причал к берегу Баркас, с купцами и с Парижу, вдыхая наш морской эфир, торговцы-порижане учуяли на камне сыр и прямо задрожали. Один промолвил, наконец, слезу смахнув рукою. Ста франков мне не жаль, отец за лакомство такое. Я торговаться не мастак. Как, сударь, говорите, сто франков? Ладно, если так, берите свою. Берите. Баркас уплыл, но с той поры за мною ходит слава везде в чести мои сыры, сирич моя отрава. Почет несу я сквозь года ни шатка и ни валка. Что ж, угощайтесь, господа, нам плесени не жалко.